Галстук Здравствуйте! Итак, распутывая историю галстука, мы оказались в 19-м столетии. На недосягаемой ранее высоту в мужских модах галстук вознесла культура дандизма. В начале 19-го века галстук становится подлинным произведением искусства, еще точнее, монументального искусства. Крепилось это сложное сооружение на так называемой машинке, в особом каркасе из узких спиралей тонкой медной проволоки. Машинка эта покрывалась калинкором и окаймлялась тонкой кожей. Затем машинка аккуратно заворачивалась слабо на крахмаленный платок из изящного батиста и превращалась, собственно, в галстук. Сей скульптурный галстук прикладывался к передней части шеи под высокий стоящий ворот рубашки и закреплялся спереди бантом. Все это придавало мужскому облику непередаваемую величавость. Галстучное сооружение с машинкой стало поистине апофеозом мужской шейной моды. Далее галстучная мода пошла по пути упрощения. Особую лепту в дело упрощения мужских костюмов внесла викторианская эпоха. Пиджаки 80-х годов 19-го столетия больше походили на кители с глухой застежкой под самый подбородок. Понятное дело, что большие узлы галстуков-платков с такими пиджаками были несовместимы. К тому же в лихорадке Будин менялась и сама жизнь. Как пишет в своей книге «Большая история галстука» французский исследователь Франсуа Шай, все больше людей, вынужденных носить шейные платки, поняли, что в отличие от Денди, они не могут позволить себе каждое утро тратить столь продолжительное время на их завязывание. Работающие люди нуждались в таком украшении, которое было бы удобно надеть, комфортно носить и которое обладало бы достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузки рабочего дня. В итоге прогресс сделал свое дело. Один за другим стали появляться новые фасоны галстуков, а для самих галстуков использовались новые ткани. 19-е век, хотя и значительно упростил этот мужской аксессуар, но не жалел выдумки на его всестороннее усовершенствование. Галстуки шились из шелка, атласа и шерсти. А их расцветки отличались завидным разнообразием, от спокойного и неброского рисунка до ярких и кричащих однотонных цветов. Черные галстуки полагалось носить и в знак траура, и как неотъемлемую принадлежность чиновничьей униформы. Белые галстуки дозволялись и с фраками, и с мокингами, и предназначались они для балов и дипломатических приемов. В разнообразии галстучных типов, которые вошли в мужской гардероб с конца 19-го века, можно выделить три, так сказать, базовых элемента. Длинный галстук с простым узлом, эскот и галстук-бабочка. Длинный галстук с простым узлом происходит от того типа шейного украшения, которое имеет странное название «форенхенд». «Форенхенд» по-английски означает «четыре в руке». Так называли повозку, запряженную четырьмя лошадьми и возницу. Затем такое название получил один из лондонских клубов. А в результате «форенхенд» стал именоваться один из галстучных узлов, который вошел в моду в 50-х годах 19-го столетия. В то время галстуки были, как правило, скроены не по косой, как сейчас, а представляли собой прямые куски ткани с одинаково срезанными концами. Галстучная ткань была жесткой, поэтому шейные аксессуары не завязывались, а скорее складывались в узлы. А свисающие концы по моде тех лет доставали лишь до жилета. Эта конструкция и стала прототипом галстука с простым узлом «форенхенд». Часть историков костюмы считает, что таким простым узлом завязывали свои шарфы-возницы. Другие исследователи полагают, что простым узлом закрепляли поводья лошадей, запряженных четверкой в карету. Ну а мы для простоты примем ту версию, которая утверждает, что «форенхенд» — это фирменный галстучный узел членов одноименного лондонского клуба. Узел «Эскот» также британского происхождения. Он получил свое название от имени известного ипподрома, находящегося неподалеку от Виндзорского замка, загородной резиденции королевы Великобритании. На этом ипподроме проходят ежегодные скачки «Ройл Эскот». «Ройл Эскот» — это не только соревнования скаковых лошадей и их наездников. Виндзорские скачки — подлинная ярмарка тщеславия в рамках большого стиля британской традиции. Главное условие дресс-кода для мужчин — приталенный пиджак, белые бриджи и серый цилиндр. Женщины должны прикрывать плечи, надевать юбки не короче, чем 5 сантиметров выше колена, обязательно экстравагантная шляпка, каждый день другая. Так вот, галстучный стиль «Эскот» расцвел именно на этих скачках с 80-х годов 19 века. Из удлиненного платка делался огромный узел, центр которого украшала булавка с жемчужиной на конце. Британский «Эскот» вызвал ревность французов, которые не смогли перенести такое покушение на свои привилегии законодателей МОТО. Французы ответили англичанам пластроном. Французская дерзость, видимо, заключалась прежде всего в смене названия, потому что на самом деле было не очень ясно, чем этот пластрон отличается от «Эскота». Кстати, позднее пластроном стали называть крахмальную манишку, которую надевали под фраг. И, наконец, галстук «Бабочка». Он ведет свою родословную от того банта, которым еще в 17-м столетии закреплялись кружевные мужские галстуки. Однако современный галстук «Бабочка» появился при весьма примечательных обстоятельствах. В 1904 году на премьере оперы Джакомо Пучини «Мадам Баттерфляй» модернизированный галстук «Бабочка» красовался на шеях оркестровых музыкантов. Ведь «Мадам Баттерфляй», а по-японски «Чио-Чио-Сан», вернее, «Тетя-Сан», как раз означает «Госпожа-Бабочка». Эти шейные украшения на музыкантах на премьере оперы Пучини, пожалуй, стали первым в истории рекламным трюком, использовавшим символическую атрибутику спектакля. Успех этой рекламной проделки превзошел ожидание. Галстук «Бабочка» с самых невероятных расцветок прочно вошел в мужской гардероб 20 века. Однако классическими считаются белые и черные бабочки. Именно они определяют архетипы мужского дресс-кода. Black tie – черный галстук и white tie – белый галстук. Эти слова часто присутствуют в официальных приглашениях и обозначают своего рода регламент одежды, в которой гость и должен предстать в хорошем обществе. Black tie предполагает смокинг, белую сорочку и черный галстук-бабочку. А вот white tie означает белый галстук-бабочку, фрак с низким жилетом и белой сорочкой. Настоящий джентльнер должен уметь завязывать галстук-бабочку вручную, потому как готовое шейное украшение такого рода – это просто пародия на настоящий мужской аксессуар. Мужские моды становятся все более и более раскованными и свободными. Но в официальном костюме галстук еще прочно удерживается на мужской шее. Существуют такие снобские места, в которые вас просто не пустят без галстука. Например, фешенебельные рестораны. Будь вы хоть в майке, галстук вам нацепят прямо при входе, выдав на прокат еще и пиджак. Галстук к тому же работает как неизменный атрибут студенческой и школьной униформы во многих странах мира. Первые галстуки такого рода появились в 1880 году. Студенты Оксфордского Экзетер-Колледжа, участвовавшие в традиционной грибной гонке Оксфорд-Кембридж, сняли красочные ленты со своих в соломенных шляп-канатье и повязали их на шее, уже знакомым нам узлом foreign hand. А ленты эти были непростые. Они были окрашены в символические цвета Экзетер-Колледжа. Школьные галстуки, как корпоративная атрибутика, играют огромную роль в социальной жизни Великобритании. А английское выражение «старый школьный галстук» означает не что иное, как «старые дружеские связи». Совсем не виртуальную сеть одноклассников. Так что не будем спешить расставаться со старым добрым галстуком. Возможно, именно в силу своей бесполезности он нам еще очень даже может пригодиться. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова